МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Бюджет 2021. Министры и депутаты Госсовета обсудили будущие доходы и расходы. Строгий контроль. Мобильные группы проверили соблюдение требований безопасности в общественном транспорте. Комплексное развитие работы администрации Яльчикского района отмечено золотой медалью агропромышленной выставки. Республиканский бюджет увеличится более чем на 8 миллиардов рублей. Правительство Чувашии и депутаты Госсовета региона обсудили параметры казны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Вопросы повестки одни из самых важных для региона на ближайшие годы. Они несут в себе изменения в налоговом регулировании, расширении мер поддержки предпринимателей. Есть основания рассчитывать на значительное увеличение финансирования социально значимых областей и стимулирование инвестиционной деятельности. Республика живет и с каждым годом в жизнь наших граждан, в улучшение жизни наших граждан вкладывается существенное бюджетное средство. Это и республиканские средства, и средства федерального бюджета. Меня лично очень порадовало, что идет рост, увеличение расходов на приобретение жилья для детей-сирот, о чем мы постоянно говорим на сессиях, и приобретение жилья для многодетных семей, где 5 и более детей. Инвестиционный план республики основан на стратегии развития. Проектные работы осуществляются, исходя из комплексного развития территорий. Строительство инфраструктурных объектов в районах Чувашии, приведение в порядок систем вода, газа и теплоснабжения малых городов планируется выполнить в кратчайшие сроки. Глава Чувашии сделал акцент на расстановке приоритетов так, чтобы в первую очередь решать самые важные вопросы и при этом закладывать фундамент на будущее. Инна Сапотапова, Михаил Солин, Республика. Разговор о бюджете продолжился и на встрече главы Чувашии с руководителями муниципалитетов республики. О задачах на ближайший год и перспективах в нашем сюжете. Руководители всех районов и городских округов Чувашии были избраны после единого дня голосования депутатами собраний из своего состава. Так что глава – это выборная должность. Олег Николаев отметил, одна из первоочередных задач – четко отслеживать на местах реализацию национальных проектов, федеральных и республиканских инициатив и своевременно передавать информацию на уровень региона, чтобы можно было вовремя скорректировать исполнение мероприятий. Наша задача, конечно же, этот манер доверия использовать именно для поступательного развития, для того, чтобы те решения, которые принимаются на уровне представительных органов власти, были эффективными, создавали четкое направление движения, ну и, конечно же, были нацелены на эффективное использование средств бюджетной системы, как и федерального, и регионального, ну и, конечно же, муниципального. Кроме того, на семинаре-совещании детально и содержательно обсудили принципы деятельности и порядок взаимодействия. Обращаясь к главам муниципалитетов, глава Чуваши отметил, что ждет от них оценки ситуации на основе общения с жителями. Данное мероприятие для нас, для глав администрации, для глав районов очень знаковое. И благодаря данным мероприятиям мы сами тут уже непосредственно смотрим, какие наши районы занимают места, при принятии решений, при принятии уже непосредственно законных решений в наших районах, в наших городах, непосредственно уже будем опираться на те законы, на полученные знания, которые мы сегодня получили. И новоизбранным главам муниципалитетов и тем, кого переизбрали, предстоит укрепить горизонтальные связи, чтобы было легче обмениваться опытом и лучшими практиками работы. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 71 человеку, 79 вылечились. Летальных исходов за сутки 6. Один из способов прерывать цепочку распространения вируса, носить маски, особенно в общественном транспорте. Об этом сегодня в троллейбусах, автобусах и маршрутках напоминали сотрудники полиции и столичной администрации. Это требование уже не только регионального, но и федерального нормативного акта. Средства индивидуальной защиты – это в первую очередь собственная безопасность. Мы знаем риск. Люди понимают, что эта инфекция опасная. Она бесследно не остается. Не каждый относится серьезно к своей инфекции. Поэтому многие игнорируют маски. Конечно, сложно ее носить. Ну а что сделаешь? Такие сейчас времена. Цель сегодняшнего рейда – не столько наказать, сколько привлечь внимание к необходимости соблюдать правила. Если маску все-таки не носить, то в первый раз предупреждение, а вот во второй раз сотрудники мобильных групп будут вынуждены составить административный протокол, влекущий за собой штраф. Сейчас в отношении тебя будет составлено? Нарушение указа главы Чувашской республики? Да. На территории города Чуваксары организован ежедневный обход по транспорту, по соблюдению указа главы Чувашской республики по масочному режиму в автотранспорте. Вот на сегодняшний день мною и совместно с сотрудниками полиции было составлено 4 акта, которые в последующем направят в суд для принятия решения. Штраф за несоблюдение масочного режима варьируется от 1000 до 30 тысяч рублей. Жители по-разному реагируют на это. Сразу, мне кажется, штраф выписывать не нужно. Надо предупреждать и разъяснять людям причину, почему нужно носить маски. А уже потом, если уже повторные, тогда, наверное, надо уже, может быть, выписывать, но не такие уж большие, потому что у нас сейчас население не особо богатое. Правила касаются и кондукторов с водителями. Они тоже должны быть в маске и перчатках и даже иметь запасные комплекты. Простые правила, но они снижают риски заболеть опасным вирусом. Не нужно забывать об этом. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Бесплатная юридическая помощь, которой уже два года пользуются жители Республики, стала еще доступнее. Мобильные группы, состоящие из юристов, нотариусов и адвокатов, регулярно выезжают в районы и проводят встречи с жителями. К работе в Ядрине присоединилась и наша съемочная группа. Виктор Буяндайкин живет в Ядринском районе. Квартиру, которую ему должно предоставить по закону государства, как сироте, он не может получить с 2014 года. Обращение в прокуратуру результатов не дало. Но Виктор намерен добиться положенного, поэтому пришел на встречу. Буду обращаться в суд и через суд буду получать квартиру. Я очень рад, что такой ответ хороший дали. Проект юриста населения в Республике реализуется с 2018 года. Бесплатную юридическую помощь нуждающимся гражданам оказывают как государственные служащие, так и коммерческие юридические службы. Услугами специалистов уже воспользовались жители 26 муниципальных образований. Рассматривались насущные вопросы по предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам. Жители района смогли задать прямые насущные вопросы. В рамках правого поля получили ответы, и наше население осталось довольным. В этом году в условиях пандемии встречи с людьми чаще всего проводились в режиме видеоконференц-связи. Еще одно новшество этого года – использование в работе QR-кодов. В текущем году мы создали QR-код, который позволяет на местах, используя сеть интернет, смартфон, выйти в интернетную карту и посмотреть любое доступное место, где участник может обратиться к адвокату, к нотариусу, к государственному юридическому бюро, который оказывает услуги в данном направлении по социальной помощи, и непосредственно связаться напрямую с ним, потому что там есть контакты, режим работы, как туда доехать, то есть для тех людей, которым необходимо оказать помощь, им она оказывается на местах. На получение бесплатной юридической помощи в Чувашской республике имеют право члены семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Инвалиды первой и второй группы, дети-сироты и другие жители республики – всего 44 категории граждан. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика. В преддверии года, посвященного трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, Государственный исторический архив Чувашской республики объявляет о старте акции по сбору документов, фотографий, писем и других материалов, связанных с этой героической страницей нашей истории. Особую ценность представляют воспоминания непосредственных участников и очевидцев тех событий. Если вы или ваши близкие люди готовы поделиться документами и рассказами о тех далеких днях, в историческом архиве примут с благодарностью. Документальные источники и видеозаписи воспоминаний о самоотверженном труде участников строительства сурского и казанского оборонительных рубежей в годы войны после прохождения соответствующих процедур включат в состав архивного фонда Чувашской республики и примут на постоянное хранение в государственный исторический архив. С разрешения дарителей они будут использоваться в научно-экспозиционной деятельности архивистов и исследованиях пользователей архивной информации. 10 ноября Россия отмечает День сотрудников органов внутренних дел. Как правило, поздравления с профессиональным праздником они принимают, находясь на посту. Поэтому с героем следующего сюжета нам пришлось знакомиться заранее. Совсем недавно Сергей Петров, старший эксперт-криминалист, занял первое место в республиканском конкурсе в номинации «Отцы. Пример для подражания» Всероссийской премии «Папа года». Сергей, как никто другой, понимает роль родителей и особенно главы семьи в воспитании детей. Сам он рос сначала в интернате, потом в православном детском доме в Костромской области, директором которого был протеерий Андрей Воронин. В 2004 году детский экстремальный проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Алексея II после успешного завершения уникальной миссии восхождения по северному склону на восточную вершину горы Эльбрус, где была отслужена Божественная Литургия в День преображения Господня 19 августа. Именно в Констромской области Сергею Петрову привили любовь к путешествиям. Эльбрус, Урал, Алтай, Крым, Кавказ, Памир, Баренцево море, Белое море, Красное море. На счету капитана полиции не одна вершина, десятки подводных погружений и более 60 стран. В 2017 году во главе с опытным путешественником чувашские полицейские покорили самую высокую вершину Европы – Эльбрус. Мы укрепили на туристической тропе памятную доску с именами погибших сотрудников при исполнении служебного долга. И отслужили гражданский молебен. Восхождению предшествовали долгие и серьезные тренировки. По сей день он не делает себе никаких поблажек, закаляет свой характер не только в спортивных состязаниях, но и в профессии, которую он выбрал, будучи в 10-м классе. Порой называют эксперта клипсическую службу – это полицейские в халатах, потому что это научное произделение в МВД России. И постоянно приходится обучаться, наука на месте не стоит, совершенствоваться, самообучаться. Мне это показалось очень интересным, творческим, потому что я люблю не стоять на месте. Благодаря его профессионализму, чувашским полицейским удается раскрывать самые опасные преступления. Следствие заходило в тупик, и мои навыки, мои знания помогли раскрыть преступление благодаря тому, что были изъяты кровяные следы со стула, в дальнейшем которое было признано орудием преступления. Старший эксперт-криминалист Сергей Петров неоднократно отмечался в числе лучших в Республике Поволжье России. Он хороший друг, счастливый семьянин, боевой товарищ, говорят его коллеги. Также достойный пример для подражания молодому поколению. Молодежь, я с удовольствием посоветую идти в службу в органы внутренних дел. Во-первых, служба интересная, ответственная. А те, кто уже поступил на службу в органы внутренних дел, я желаю терпения, терпения и преодолевать все трудности, потому что в первую очередь мы служим, служим народу. Регина Кубайкина, Александр Отюков, Республика. Работа администрации Яльчикского района отмечена золотой медалью российской агропромышленной выставки. Ее опыт в сфере комплексного развития сельских территорий признан лучшим. От Чувашии в конкурсе приняли участие 10 работ. 5 сельских поселений в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности на селе» и 5 районов в номинации «Комплексное развитие сельских территорий». Получить золото Яльчикскому району удалось со второй попытки. В прошлом году была бронза. За 2019 год в районе построены и отремонтированы дороги на сумму более 70 миллионов рублей. Многоустроены парки, селе Яльчики и селе Большие Яльчики на 17,5 миллионов рублей. Реализованы 20 проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, на сумму более 13 миллионов рублей. Произведены ремонтные работы в учреждениях образования и спорта на сумму около 17 миллионов рублей. Построены два ФАПа в деревнях Старо-Янашево и полевые буртасы на 8 миллионов рублей. Заслуженный деятель искусств Чувашской республики Наталья Яклашкина победила в международном музыкальном конкурсе. Она стала обладателем Гран-при. Поэты, композиторы, музыканты и сейчас не обходятся без всевозможных конкурсов. Они проходят в онлайн-формате. Известный музыкант Наталья Яклашкина стала участницей одного из них. Организаторами стали сразу две страны – Россия и Турция. Я приняла этот вызов и с удовольствием заполнила заявку и отослала видео, поскольку этот конкурс по видео, значит, материалам, отослала нашу работу, всего нашего коллектива. Это произведение Поль Дюка, симфоническое с Керцу, ученик-чародея. Жюри прислала вот такой вот диплом о том, что я обладатель Гран-при. Национальная библиотека Республики запускает цикл обзоров книг по чувашской вышивке. Альбом с образцами чувашского национального костюма из коллекции этнографического музея Ульяновского Чувашского педагогического техникума с их подробным описанием составил известный художник-график, краевед-педагог Дмитрий Архангельский. Его линогравюры раскрывают особенности чувашской вышивки и дают общее представление об орнаменте. Так автор подробно раскрывает такие части одежды, как женская рубашка, сурбан, свадебное покрывало невесты и хушпу. Это были главные новости вторника. А я с вами прощаюсь. До завтра. Палтус, кижуч, красная икра, белорыбеца, омуль и другие морские деликатесы. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбной продукции, привезенной прямо с Камчатки. Переработана строго по технологиям, причем для копчения используются настоящие ольха, вишня, яблоня. Это позволяет сохранить все полезные свойства и аминокислоты. Хит-продаж. Слабосоленая чавыча. По вкусу напоминает семгу, при этом менее жирная и содержит множество микроэлементов, полезных для сосудов, зрения, суставов. Привезли вам более 35 видов рыбных деликатесов, горячего и холодного копчения. Ну и, конечно же, царицу лососевых – это чавыча. Очень вкусная, нежная рыбка. В ассортименте есть слабосоленое, холодного копчения, филе чавыча, также икра чавыча, вкусная слабосоленая икорочка. Также в ассортименте есть белорыбеца, очень нежное, сочное мясо без единой косточки, корюшка камчатская, зубатка, нельма, омуль. Камчатскую рыбу благородных пород и красную икру жители республики любят и с удовольствием покупают не первый год. Я на выставку вот камчатской рыбы прихожу все время. Ну икру купить, потому что та, которую в банках мы берем, все равно она не такая, а это такая плотная, хорошая. Скоро Новый год, надо будет запасаться. Вот чавычу беру. Ну она вкусная, вот дала попробовать мне, пожалуйста, попробуйте. Как тут откажешься? Рыба свежая, а мы любим рыбу. Всякую, копченую, холодную копченую, горячую копченую. Поэтому мы сюда приехали, сночу в Аксарк специально, чтобы покупать свежую рыбу. Рыбу натурального копчения, икру чавычи зернистую, и другие морские деликатесы можно купить в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 15 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова